Я приветствую вас на канале Антенна 7, это новости, я Денис Уонос, сегодня в выпуске. Ужинать будем? Говядина стала недоступной, это где-то 300-360 рублей. Что делать с растущими ценами? Торговля по нормам. Около года, то и больше оформить пакет документов. Легче ли станет открыть бизнес? А Мичка представляет. На каждую группу ставится, как она очень серьезная. Чем удивят волейболистки в новом сезоне? А также, как дела с экологией в городе? Лермонтову 200 и когда начнется весенний призыв в армию? Два месяца прошло с момента введения запрета на ввоз в Россию отдельных видов товаров. С тех пор омичи периодически замечают резкие скачки цен на курицу, молочку, сыры, овощи и фрукты, то есть самое необходимое. Как утверждают в Минэкономике, они ежесуточно проводят мониторинг стоимости продуктов, проводят политику импортозамещения. Но удается ли сдержать ценовой напор? Об этом расскажут Алла Аксенова и Андрей Кузьмин. Набор продуктов у покупателей изо дня в день тот же, а вот кошелек тоньше. Жительница Омска Лидия Морозова боится за завтрашний день. Какой продукт будет лежать на ее столе? Доступные рыбы, мясные полуфабрикаты значительно подорожали, а мясо давно не по карману. Говядина стала недоступной, это где-то 300-360 рублей, свинина где-то чуть-чуть пониже может быть, а вот что касается курятины, то, наверное, это самый доступный, в то же время самый дорогой на сегодня продукт, доступный большинству. Цены растут не по дням и по часам, пока не видно никаких действий со стороны, скажем, наших органов. Реакция есть, уверяют Минэкономики. Сотрудники ежедневно мониторят цены в омских магазинах, работают с производителями и поставщиками. В целом ситуация складывается следующая. На прошлой неделе подешевели яблоки и помидоры, в среднем на 1 рубль за килограмм. Зато на 17 копеек увеличилась цена на капусту, 36 копеек на лук, около 2 рублей прибавило в цене рыба и полрубля сыр. Сегодня копейка рубль не бережет. Вызывают сейчас вопросы и опасения, это рост цен на овощи, поскольку помимо сезонных колебаний цен, есть еще и причины, как не урожай в Средней Азии. Соответственно, мы зафиксировали, что у нас за последние несколько недель увеличились цены порядка на 7 рублей на огурцы. Эта позиция вызывает наибольшие вопросы. Рост по мясу курицы стабилизировался. Снизит или хотя бы сдержит цены импортозамещения, полагают специалисты. Сегодня вместо иностранных предпочтение отдается омским аграриям. Накануне Минэкономики совместно с администрациями муниципальных районов сформировали областной реестр местных производителей, которые будут представлены на рынке сбыта продуктов питания. Например, на прилавках магазинов начинает появляться омская картошка. В этом году у нас рекордный урожай. Мы собрали 24 тысячи тонн картофеля. В следующем году планируем увеличить в два раза, выйти на второе место после Урала. Спрос растет. Это и не мудрено. Странно, что власти и ритейлеры не додумались до этого раньше. В Минэкономике уверяют, в сентябре цены на 8 основных товаров из 24 зафиксированы в Омске на самом низком уровне среди сибирских городов. Но что о мечам до соседей, когда у себя дома цены растут, как на дрожжах? Процентов на 20, наверное. Все. Ну да, все, если считать. А что-то почти на 50 процентов, то-то там поменьше. Выгодно вам стало покупать? Очень. Очень. Пенсию-то не добавляют. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Ассортимент российских магазинов может сократиться от 2,5 до 30 процентов из-за российского продовольственного эмбарго, заявили в Минсельхозе. Отечественное продовольственное эмбарго вызовет в конце года резкий рост цен. Так, шок предложения не смогут компенсировать ни отечественные производители, ни альтернативные зарубежные поставщики продуктов, полагают аналитики Standard & Poor's. Рост цен на продукты не будет резким, а просто продолжится, так как ответные меры уже разогнали инфляцию, возражают им российские экономисты. Что ж, поживем, увидим. Объекты нестационарной торговли упорядочат. О соответствующем постановлении сегодня представители Департамента городской экономической политики рассказали омским владельцам киосков и ларьков. Документ призван не только упростить процедуру оформления договора с предпринимателями и администрацией города, но и очистить торговые ряды от незаконно установленных павильонов. Марина Бугрова и Александр Филиппов подробнее. Юрий Бондаренко почти 10 лет занимается розничной торговлей в павильонах и ларьках. Раньше на оформление каждой своей торговой точки у мужчины уходил год, а то и полтора. Сложная процедура заключения договора аренды земли забирала много не только времени, но и сил. Чтобы избежать проволочек, в последние месяцы мужчина стал даже брать помещение в аренду. Когда предприниматели пытаются установить свой объект, им порой приходится около года, а то и больше, оформить пакет документов. Потом еще на конкурсной основе выиграть его. Хочется, чтобы предпринимателю был облегчен тот путь от начала индивидуальной деятельности до размещения составного своего объекта. Выход из сложной ситуации на самом деле близок. В администрации Омска уже создана схема размещения нестационарных торговых объектов. В перечень хозяйствующих субъектов попали те предприниматели, которые сами заявились, предоставив необходимые документы. Пока в схему вошли 1456 объектов. Однако и те, кто промолчал, еще могут подать сведения в департамент экономики или в торговые отделы округов города. Иначе места для торговли не будет. Из 2238 договоров, существующих на сегодняшний день в администрации города Омска, заявилось чуть больше 1400 человек. Не человек, скажем так, а хозяйствующих субъектов, имеющих... Потому что у кого-то там есть и по 100 договоров, у кого-то там поменьше. И именно эти люди на сегодняшний день, и именно те люди, которые заявились, и люди, по которым есть информация в департаменте имущественных отношений, попали в разработанную нами схему размещения стационарных торговых объектов. Договор на место размещения объектов нестационарной торговли администрация города будет заключать с предпринимателем на 5 лет. Что касается незаконных объектов, свое место они найдут на штрафстоянке. Марина Бугрова и Александр Филиппов, Антенна-7. Кстати, департамент имущественных отношений уже закупил специальную технику для перемещения незаконно установленных павильонов и ларьков. К Новому году кран-эвакуатор прибудет из Владивостока. Что-то в Омск прибывает, а кто-то вот уезжает. 14 тысяч молодых людей этой осенью получили повестки в военкомат. Но пока отреагировали на них и явились на медкомиссию 3200 человек. О призывной кампании сегодня говорили на пресс-конференции. Первых новобранцев на службу отправят из Омской области 7 ноября. Кстати, почти полгода назад во время весенней кампании отправили больше 2000 молодых людей. Почти половина из них старше 20 лет. Меньше всего 18-летних призывников пользуются отстрочками. Интересный социальный портрет призывника нарисовал временно исполняющий обязанности начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу. Воспитывались в полной семье 80%, воспитывались в неполной 13% и мы отправили 81 гражданина, которые были сиротами. То есть я даже могу сказать то, наверное, отметить то, что у нас, по крайней мере, сейчас растет показатель призывников, которые воспитывались в полной семье. Если так проводить аналогию, то раньше семьи где-то порядка 67-70% были полны. Может, экология так влияет? Кстати, Минприроды Российской Федерации высоко оценила экологическую политику Омска. В рейтинге за 2013 год город поднялся на 62 строчки и занял 8 место. А еще оказался в числе абсолютных лидеров по управлению воздействием на окружающую среду. Лидером рейтинга стала Уфа. На последнем месте – Магадан. Эксперты ведомства исследовали 87 городов. В этот раз в него были включены Симферополь, Севастополь, Евпатория, Керчь, а также город Олексин. Специалисты анализировали ситуацию по семи критериям – воздушная среда, водопотребление и качество воды, использование территорий, обращение с отходами, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую среду. Самые благоприятные с точки зрения экологии в России города – Уфа, Саранск, Вологда, Москва и Воронеж. Самыми худшими городами с точки зрения экологии стали Астрахань, Кызыл, Махачкала, Барнаул и Магадан. Сегодня 200 лет со дня рождения знаменитого русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. К этой дате подготовились все культурные учреждения города. В музее Достоевского, например, тоже не прошли мимо юбилея Лермонтова. Здесь открылась литературная гостиная для школьников. Сотрудники музея рассказали им, что, оказывается, Михаил Лермонтов был не только великим писателем, но и хорошим художником. Он рисовал жанровые сценки, портреты друзей, виды Кавказа. Некоторые его картины стали иллюстрациями к его произведениям. Это был талантливый человек. Причем талант Лермонтова был многогранен. И все же больше всего Лермонтов любим как писатель. Поэтому фрагменты из поэмы «Демон» сегодня исполнила заслуженная артистка России, актриса Пятого театра Лариса Гольштейн. И золотые облака из южных стран, издалека его на север провожали. И скалы тесной толпой, таинственной дремоты полной над ним склонялись головой. А произведение Михаила Лермонтова в музыке о мечам представят в концертном зале. Программа «Одинокий гений» 16 октября. Одна из симфонических поэм, которую сейчас репетирует оркестр, Тамара. Написана она композитором Балакиревым на стихотворение Лермонтова. Также услышать можно будет переложенные на музыку произведения Лермонтова «Утес», «Демон», «Маскарад». Особенность концерта в том, что на сцене вместе с музыкантами чтец-актер Омского академического театра драмы, заслуженный артист России Сергей Оленберг. «Волна на волну набегала, волна погоняла волну, и с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда прости». А помнят ли о мечи что-то из Лермонтова? С просьбой вспомнить несколько строчек мы обратились к людям на улицах города. Леет парус одинокий, туманью, море, клубом. А потом у него есть ехидные такие. Видать, не даром она с гусаром. Погиб поэт, не был ни к чести. Погиб поэт. Там Цирий, да, это у него же было. Нет, строчки не вспоминаются. Убит поэт, неволен к чести. Пал оклеветанной молвой. Свесу в груди, жажда мести, паникал гордой головой. Это он о Пушкине писал, я так, кажется. Так знаю. Амичка в новом сезоне будет бороться за самые высокие места и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Об этом руководство волейбольного клуба сообщилось сегодня на пресс-конференции. Бюджет Амички на 2015 год сохранится в том же объеме. В этом сезоне в команде будет только один легионер – Нэнси Карильо. От приглашения забивной сербской нападающей Бранкич и Михайлович решили отказаться. Заявлено, что это общее решение тренерского состава и руководства клуба. Оставить именно команду в таком составе, в котором она сегодня есть. У нас на сегодняшний день пять игроков новых, и все они из суперлиги. Могу их озвучить, хотя это все есть у нас на сайте. Это Анна Макарова, Елена Ирисова, Валерия Шатунова, Дарья Талышева и Маргарита Кудила. Без Мамадова и Михайлович игра команды будет несколько иной. Чем Амичка удивит болельщиков в новом сезоне, рассказал главный тренер Зоран Терзич. Будем играть немного по-другому. Быстрее улучшим прием и при этом сохраним. Мощь в атаках – это будет зрелищная и интересная игра. Борьба на два фронта никого не пугает. Опыт минувшего сезона дорогого стоит. Делить матчи по степени важности никто не будет. По словам нового капитана Амички Марины Бабешиной, все предсезонные задачи выполнены, команда готова к официальным матчам. На каждую игру настраиваются, как на очень серьезную, скажем, на последнюю и выходите играть в полную силу. Независимо какая-то команда, Турция или из России какая-то команда, выходите всегда с одним настроем. Первый матч чемпионата наши волейболистки проведут 24 октября. На своем паркете Амичка сыграет с Заречием Одинцова. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна-7. Авангард забил только одну шайбу Сибири. Гости ответили тремя, причем первая влетела в ворота Ястребов уже на 32 секунде. Позиционный просчет обернулся для Ястребов большими тактическими затруднениями. Забив быстрый гол, хоккеисты Сибири перешли к игре от обороны. Амичина долго увязли в позиционной борьбе. Взорваться получилось лишь в середине второй 20 минутки. Авангард прижал соперников к воротам. Броски следовали один за другим. Шайба не шла в сетку. Так случается, что шайба попадает или не попадает в ворота. Казалось бы, все делали наверняка. Разобраться, почему не забили, сложно. Нужен дополнительный анализ. Запал иссяк под занавес второго периода. В начале третьего наши хоккеисты ошиблись еще раз. Шведский легионер Сибири Патрик Херсли основательно намекнул на поражение. Ястребы постарались сделать все, чтобы его избежать. На 53-й минуте Владимир Саботко забил и появилась реальная надежда. Через 4 минуты она угасла. Судьи после долгого видеопросмотра засчитали гол, забитый в сутулоке у ворот Авангарда. Амичи уступили 1-3. Нам создал проблемы пропущенный гол, но во втором периоде мы показали хороший хоккей. У нас были моменты, для того, чтобы забить в хоккей, есть только два варианта. Либо ты отдаешь все силы, либо не совсем. Впереди у Авангарда сложный выезд. 17 октября Амичи сыграют с Салаватом в Уфе. Затем предстоят матчи в Санкт-Петербурге, Хельсинки и Риге. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Филипп Михальский, Антенна 7. Всероссийский юношеский турнир на призы Андрея Антропова, знаменитого омского спортсмена, а ныне вице-президента Европейской Федерации бадминтона, впервые прошел на универсальной арене омского велотрека. На 10 кортах соревновались более 200 спортсменов из 16 регионов страны. В медальном зачете наши бадминтонисты на дни из лучших завоевали 2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград. Главные герои турнира в омской команде Юлия Васильева и Евгений Кошман. Наши лидеры завоевали золото и еще пару призовых наград. Самое важное сыграли в омском стиле, том самом, который отличал и Андрея Антропова, и других наших знаменитых бадминтонистов. Это умение читать игру и быстро принимать нестандартные решения. Только с Юлии спрос больше. Ей 15, она была пятой на первенстве Европы. Три медали – это здорово. Сама спортсменка почувствовала, что есть задел, есть новая хорошая площадка и дальше можно прибавлять. Все получаться стало. Лето проработали эффективно. Нужно некоторыми моментами, там где-то точность, где-то выносливость, еще немного подработать, а так все нормально. Шаг вперед сделал и 13-летний Евгений Кошман. Спортсмен преодолел бронзовый рубеж в одиночном разряде, вышел в финал, завоевал серебряную награду. Я сыграл за выход 8 в 3 партии, за выход 4 в 3 партии. Ну, я стал сильнее, бил смеш, развозил, думал, стал играть лучше. Еще мячи здорово действовали вторым номером с притормаживанием и быстрой сменой тактик. Порадовали тренеров. Они переживали за террафлексовое покрытие, торможение, скорость, амортизация при контакте с поверхностью. Все было в порядке. Турнир прошел на хорошем уровне. Дальше условия будут совершенствоваться. Согласован вопрос по поддержке инвентарем и оборудованием. И мы в ближайшее время ожидаем поставку оборудования для продолжения, для оснащения и продолжения наших тренировок. Сразу после турнира омская команда отправится в Пермь. С 15 по 18 октября там пройдет следующий этап юношеского гран-при России. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Мед из разных регионов России можно попробовать и купить на специальных ярмарках. Омские сладкоежки уже хорошо знакомы со Светланой Люсиной. Несколько раз в год она привозит в наш город на ярмарки мед и другие пчелопродукты. Всегда готова подробно рассказать покупателям о целебных свойствах каждого из них. Сейчас с переходом холодов советуют выбрать угощение с добавлением прополиса, гидровой живицы или перги. Пирга является ценнейшим иммуномодулятором. То есть достаточно чайной ложки в день, чтобы укрепить свой иммунитет на полгода. То есть чтобы не болеть ни осенью, ни зимой, достаточно месяц пропить курсом пергу. Ярмарка меда пчелопродуктов в Докамалунцево продлила свою работу до 16 октября. С 10 до 19 часов. Всех, кто купит более 1 килограмма меда, ждет подарок – маточное молочко. Это самое ценное, что есть в пчеловодстве, отмечает Светлана Люсина. Ведь маточное молочко помогает бороться даже со старением. Делая подарок городу, мы делаем подарок себе. В преддверии 300-летнего юбилея Омска. Администрация города объявляет о старте проекта «Мой подарок городу». Его участниками могут стать все желающие. В специальном разделе на официальном сайте будут размещать информацию о добрых делах, посвященных юбилею. Будь то интересно оформленная территория, детская площадка, клумба, скульптура, концерт или фестиваль. Свои подарки городу просят высылать по электронной почте. Мой подарок Омску 300 – собакамейл.ру На этом у нас все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вкладывать деньги в недвижимость выгодно. Убедитесь сами. Только за год наши квартиры подорожали на 32%. Храните деньги в ваших квартирах. Дом Строй Омск. Телефон 514-514. Артрит, остеохондроз, гипертония. При всех этих заболеваниях может помочь аппарат Елатомского приборного завода «Алмак-01». Стремитесь чувствовать себя здоровыми и уверенными. Покупайте «Алмак» по ценам до повышения. В магазинах медтехника. Источник здоровья. В аптеках «Линия жизни». Света учится на пятерке. Саша получил работу. Ира отправилась в путешествие. Все просто. У этих людей хороший интернет. 100 мегабит за 199 рублей. Подробности по телефону 66-00. Омские кабельные сети. Оператор нашего города. Элегантная, красивая новая коллекция одежды «Крис». Март 22, мира 18. Худеем, красиво. С 16 по 25 октября снижаем вес со скидкой 50%. Клиника «Алигитея». Телефон 567-567. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова